Субсидирование продолжится и в следующем году, но по новому порядку. С 1 января в регионе заработает новый порядок субсидирования производителей молока. Изменения коснутся только личных подсобных хозяйств. Чтобы и в следующем году получать повышенную ставку субсидии 100 рублей за литр, им необходимо переоформить свои хозяйства и, согласно новым условиям, войти в реестр сельхозтоварпроизводителей региона. В следующем году округ, как и прежде, продолжит поддерживать производителей молока. Ставки субсидирования останутся на уровне 2015 года – 100 рублей за литр произведенной и отгруженной продукции. Новые условия в 2016 году предусмотрены и для личных подсобных хозяйств. Чтобы и дальше получать повышенную ставку субсидий, личные хозяйства должны стать сельхозтоваропроизводителями, то есть переоформиться в крестьянско-фермерские хозяйства или иные формы. У нас много очень личных подсобных хозяйств. И производства в них мы, к сожалению, не знаем, сколько чего производим. Поэтому мы не можем с достаточной долей вероятности сказать, сколько и чего нам дополнительно необходимо производить и в каких видах. Вот как раз для того, чтобы нам, во-первых, понимание статистики для себя иметь, более объективное, вот такая задача и такие условия поставлены на 2016 год. Субсидии на производство молока в сумме 100 рублей за литр сегодня получают 8 личных подсобных хозяйств региона. Если хозяйства не пожелают переоформиться и войти в реестр сельхозтоваропроизводителей, субсидировать их производство округ не перестанет. Но ставка снизится до 30 рублей за литр. Изменения вступят в силу с 1 января 2016 года. Для производителей региона в следующем году округ предусмотрел еще одно новшество. Речь идет о принципиально новом виде поддержки агрария в субсидии на производство овощей открытого грунта. Прежде всего, здесь имеется в виду производство картофеля и его последующая реализация на территории округа. Основная цель этой субсидии – обеспечить занятость населения. Ни для кого не секрет, что у нас население в другой раз не имеет работы, особенно в наших муниципальных образованиях. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам также пройти процедуру оформления крестьянско-фермерских хозяйств. И при условии, что они будут продавать по фиксированной цене, реализовывать произведенный картофель, дополнительно будет выплачиваться еще 20 рублей на килограмм произведенного картофеля и реализован на территории округа. Фиксированную стоимость одного килограмма картофеля определяют методом средневзвешенной цены. Порядок субсидирования будет сформирован в первом квартале следующего года. Отмечу, что на все виды государственной поддержки отрасли АПК в виде субсидий, в том числе на молоко и овощи, в следующем году из бюджета округа выделено более 630 миллионов рублей.